В своем издании «Апостер» написал заметку о том, почему Владимир Путин не станет пробивать коридор, пресловутый коридор, значит, в Крым, в той побережье Жасовского моря. Было несколько тезисов. Первый тезис – у него не хватит сил для атаки, непосредственно для атаки, для того, чтобы прорвать укрепления, сооруженные украинскими войсками. И второй, самый главный тезис – даже если он сможет их прорвать, у него не хватит сил для самого главного – удержать этот коридор. Почему? Потому что протяженность его, а мы говорим о прежней трассе Мариуполь, Мелитополь, Чангар, дальше на Крым, она слишком длинная, слишком протяженная для того, чтобы можно было ее удержать. То есть там порядка 300 километров. Нужно расположить большое количество войск, возвести укрепление в степи, эшелонированное укрепление, развести артиллерию, вкопать танки, этих людей обеспечивать, вывозить раненых. Кроме того, нужно сделать так, чтобы мы не простреливали этот коридор. То есть нужно безопасить его от выстрелов, от выстрелов телевизор, авиации и так далее. То есть это очень большой кусок работы, трудновыполнимый, просто для этого у него не хватит сил, не хватит солдат, в том числе и тех, которые сейчас находятся вот именно вблизи зоны антитрессивной операции. Это первое. Что касается чего нас ждать в будущем, то я полагаю, что нам следует ждать мелкого обострения, то есть обострения ситуации на определенных участках. Денис, ну вот с коридором понятно, а Путин недавно в средствах массовой информации обсуждался о том, что пугал наступлением активным на Востоке. Не пробивание коридора, а вот наступлением. На это сил хватит или это просто шантаж? Как вы считаете? Что считать наступлением? То есть если мы говорим о наступлении... Усилить боевые действия на Востоке, а это новые жертвы, новые районы захваченные. Усилить, возможно, есть дебальский выступ в Донецкой области, который опасен, то есть его можно отрезать, мы получим новый котел. То есть дебальцево могут? Дебальцево могут. Что еще? На северо-луганской области напряженная ситуация, то есть цель город счастье, где находится крупнейшая ТЭЦ, она питает весь Донбасс, то есть она жизненно необходима для того, чтобы запитывать Донбасс теплом и светом, то есть она находится в руках украинских войск. Там могут быть поползновения, атаковать. Мы знаем о попытках отжать блокпосты, вот я такое слово применил, отжать, по-другому это не называется. А что их значит отжать блокпосты? 32-й блокпост Бахмутка слышали, наверное, он был окружен, и мы были вынуждены его отставить. Потом пошли атаки на 31-й блокпост, вроде отстояли. Зачем это нужно? Там есть трасса 5-13-03, если я не ошибаюсь, она называется. Такая вот шоссе, с помощью которой можно перебрасывать прикрепление под Лисичанск, север Донецк. Она перекрыта нашими блокпостами, и для того, чтобы как бы освободить движение, нужно блокпосты ликвидировать. Ну вот у меня вопрос. Все-таки, предположим, если произойдут какие-то случаи, или там серии случаев обострения военной активности, скажем так, наступлений локальных на том или другом участке линии прекращения огня, если так можно говорить, о линии прекращения огня всерьез. Все-таки это будут действия, вот в рамках привычной у нас модели гибридной войны, когда если и есть российские военные, то они выступают в роли то ли добровольцев, то ли отпускников, они без знаков различия, а то ли они там играют роль в военных советниках вооруженных сепаратистов ЛНР, ДНР, или все-таки это может быть реальное наступление частей и соединений российской армии? И хватит ли сразу уточнения, хватит ли у нас сил, чтобы им противостоять? Значит, со второго вопроса начну. Да, сейчас на фронте паритет. То есть, если мы берем российские силы, плюс боевики, плюс наемники, плюс казаки, и, ну, весь набор, который сейчас там есть, да, на Востоке, и берем наши, то это примерно равные силы по численности. Если мы говорим о крупном наступлении, должно быть преимущество раза в три, наступающего перед обороняющимся, это тезисы военной науки. А в некоторых случаях говорят, что и в пять раз, да, но мы говорим минимум в три раза. Поэтому крупномасштабное наступление на каком-то участке должно быть вот такое вот преимущество. То есть просто наступать... Пока его нет. Пока его нет, да. Это меня третит на второй вопрос. На первый вопрос, вот, я скажу, что, да, на мой взгляд, будет гибридная война продолжаться, потому что мы знаем о том, что сейчас продолжаются вот эти вот вещи, связанные с переодеванием, значит, форму частей нацгвардии, вот эти вот вещи есть, да, с переодеванием, значит, форму наших частей и так далее. То есть по-прежнему будет скрываться присутствие российских войск. Ну, их-то, может, не так-то и много, да, в общем, у нас, сравнительно с боевиками и с наемниками. Ну, это именно будет скрываться. Хотя, в общем-то, все мы прекрасно понимаем, что это уже секрет Палишинели, что там они есть, и вот уже... Ну, это последний вопрос, Денис, чтобы мы так... Было признано сегодня, что они есть, да, то есть... С военных, сугубо военных тем, перешли к политическим. Вот пытаюсь построить такой мостик. Какое вооружение, прежде всего, сейчас необходимо украинской армии? Что нужно, в том числе и с Запада? Есть конкретные запросы на вооружение. Прежде всего, это системы связи современной, системы разведки, в том числе беспилотные летательные аппараты. На прошлой неделе была информация о том, что начались поставки войска средств контрбатарейной борьбы. Это легкий противовинометный комплекс, который позволяет отслеживать координаты огневых точек противника. Это тоже очень важная и полезная вещь. Насколько я знаю, в принципе, наши предприятия тоже производят подобный род оборудование. Называется «Зоопарк-2» и «Положение-2». А, к сожалению, они не поставляются в зону АТО. Это уже вопрос, наверное, к Министерству обороны, вопрос к Угроборонпрому, почему эти оборудования не поставляются. Но вот есть потребность и в этом. Конечно же, это одежда, амуниция и так далее. Бронированные машины необходимы. Почему? Потому что, несмотря на то, что у нас мощный ВПК, пока что мы еще не стали на те рельсы, которые позволяют нам в избытке обеспечивать армию бронированными машинами. Продолжение следует... Продолжение следует...